Гидроцилиндр позволяет преобразовать энергию потока жидкости в линейное перемещение и приводить в движение стрелы экскаваторов, грузоподъемных машин, перемещать инструмент, осуществлять технологические операции. В этом видео мы постараемся разобраться, как работает гидроцилиндр, из каких элементов он состоит, и рассмотрим несколько типовых конструкций гидравлических цилиндров. Понять принцип работы гидроцилиндра поможет простой пример. Возьмем шприц. Наберем в него воду и нажмем на шток, соединенный с поршнем. Вода будет вытекать из шприца, то есть он позволяет нагнетать воду, а значит он выполняет роль насоса. Соединим трубкой, наполненной водой шприц, с незаполненным шприцем. Нажмем на шток шприца насоса. Жидкость поступит в другой шприц и заставит его шток выдвигаться. Этот шприц выполняет роль гидроцилиндра. На этом же принципе основана работа гидропривода. Жидкость под давлением поступает в полость гидроцилиндра и вытесняет поршень, к которому присоединен шток. Шприца жидкость может действовать на поршень только со стороны поршня. В гидроцилиндрах одностороннего действия жидкость точно так же может действовать на поршень только с одной стороны. Обратный ход, втягивание штока, может осуществляться под действием внешних сил, например, массы груза или усилия пружины. Примером гидроцилиндра одностороннего действия является цилиндр домкрата. Чтобы выдвинуть шток этого цилиндра, нужно подавать жидкость от насосного плунжера. Чтобы задвинуть шток, надо лишь дать возможность жидкости вытечь из полости. Остальную работу сделает масса поднимаемого груза. Но что делать, если гидроцилиндр должен преодолевать усилия как при прямом ходе, так и при обратном? Надо немного доработать конструкцию. Добавить герметичную штоковую полость, через которую жидкость так же может воздействовать на поршень. При подаче жидкости в поршневую полость шток будет выдвигаться. При этом нужно дать возможность жидкости вытекать из штоковой полости. Для втягивания штока нужно подавать жидкость в штоковую полость. А для жидкости из поршневой полости нужно открыть путь на слив в бак. Получается, что для перемещения штока гидроцилиндра нужно управлять потоками жидкости. Для этих целей существует специальное устройство – гидрораспределитель. Недавно на нашем канале появилось новое видео об этом устройстве. Советуем посмотреть. Мы уже применили два термина, использующихся при описании элементов конструкции гидроцилиндра – поршень и шток. Определимся и с остальными. Корпус цилиндра формирует гильза и крышки, в которых выполнены каналы для подвода или отвода жидкости. Передняя крышка имеет отверстие, в котором перемещается шток. В крышке размещены манжета для предотвращения вытекания жидкости из цилиндра по штоку и грязесъемник, который снимает пыль и грязь со штока и не дает загрязняющим частицам попасть внутрь корпуса. В местах сопряжения гильзы и крышек должны быть расположены уплотнения, иначе жидкость будет вытекать из гидроцилиндра. В гильзе размещается поршень. На нем установлены манжеты, обеспечивающие герметичность в зоне контакта поршня и гильзы. Направляющие кольца позволяют обеспечить перемещение поршня и штока с небольшим трением. Шток закрепляется на поршне, фиксация обеспечивается гайкой. Для предотвращения протекания жидкости в соединении поршня и штока устанавливается резиновое кольцо. Пространство, образованное поверхностями гильзы поршня и задней крышки, называют поршневой полостью. Противоположную полость, образованную поверхностями гильзы штока поршня и передней крышки, называют штоковой полостью. При поступлении жидкости в поршневую полость, шток будет выдвигаться, а жидкость из штоковой полости будет вытесняться. В этот момент ее соединяют со сливом. Когда жидкость будет поступать в штоковую полость цилиндра, поршень будет втягиваться. Жидкость из поршневой полости будет вытесняться. Площадь поршня, на которую может действовать давление жидкостью, называют эффективной площадью. Рассмотрим несколько типовых конструкций гидроцилиндров. Круглый гидроцилиндр. Поршень устанавливается на шток и фиксируется с помощью гайки. На поршне установлены две манжеты для обеспечения герметичного разделения поршневой и штоковой полостей и опорно-направляющее кольцо. Поршень размещается в гильзе, к которой предварительно приварена задняя крышка. Передняя крышка закрепляется на гильзе при помощи резьбового соединения и фиксируется контргайкой. В передней крышке располагается манжета для обеспечения герметичности штоковой полости и грязесъемник для удаления загрязняющих частиц со штока цилиндра. Герметичность соединения крышки и гильзы обеспечивается резиновым кольцом. Для подвода жидкости в крышках выполнены специальные каналы. Внутренняя поверхность гильзы и наружная поверхность штока полируются, чтобы манжеты не повреждались и обеспечивали герметичное уплотнение. Анкерная конструкция гидроцилиндра. В этой конструкции крышки крепятся к гильзе при помощи шпилек. Герметичность в соединении крышек и гильзы обеспечивается резиновыми кольцами. В передней крышке установлена манжета для уплотнения штока. На поршне установлены уплотнения для разделения поршневой и штоковой полостей. Для примера, в этом цилиндре используется уплотнение пониженного трения. Для того, чтобы не допустить протекания жидкости между штоком и поршнем, на штоке выполнена канавка, куда устанавливается резиновое кольцо. Как известно, усилие, развиваемое гидроцилиндром, определяется как произведение давления на эффективную площадь. Со стороны поршневой полости эффективной будет вся площадь поршня, а со стороны штоковой полости эффективной площадью будет площадь кольца, образованного наружными диаметрами поршня и штока. Получается, что при прочих равных при выдвижении гидроцилиндр может развить большее усилие, чем при втягивании. Поэтому привод стараются спроектировать так, чтобы рабочий ход приходился на стадию выдвижения штока. Скорость выдвижения штока будет определяться расходом жидкости, поступающим в гидроцилиндр, и объемом полости. Объем штоковой полости будет меньше, чем поршневой, так как часть пространства в нем занята штоком. Получается, что шток будет быстрее втягиваться, чем выдвигаться. Получается, что характеристики гидроцилиндра при прямом и обратном ходе будут не одинаковыми. Что делать, если необходимо получить одинаковые параметры работы при движении в обоих направлениях? Использовать гидроцилиндр с двухсторонним штоком. Установим в цилиндре две передние крышки, а к поршню присоединим два штока. Теперь объем и эффективные площади обоих полостей будут одинаковыми, и мы получим одинаковые усилия и скорости, независимо от направления движения штока. Гидроцилиндры с двухсторонним штоком чаще всего применяют в рулевых механизмах. Их используют в системе гидроусилителя руля автомобиля, в рулевых приводах самолетов. Жидкость в полость гидроцилиндра можно подводить не только через крышки, но и через шток. Зафиксируем шток и подадим жидкость. Корпус гидроцилиндра будет перемещаться. Величина хода гидроцилиндра определяется расстоянием от крышки до поршня. Если необходимо получить большую величину хода, то придется и сам гидроцилиндр сделать длинным. Но что делать, если габариты ограничены? Нужно использовать телескопический гидроцилиндр. Гидроцилиндр этого типа построен по принципу телескопа. Шток гидроцилиндра состоит из секций, вставленных одна в другую. Рассмотрим работу телескопического цилиндра одностороннего действия. При подаче жидкости первой начнет выдвигаться самая большая по диаметру секция, так как ее эффективная площадь больше остальных. Когда первая секция достигнет крайнего положения, начнет выдвигаться вторая и т.д. Задвигается телескопический гидроцилиндр под действием внешней нагрузки. Нужно только соединить внутреннюю полость цилиндра с линией слива. Для обеспечения плавного опускания жидкость можно сливать через дроссель, гидравлическое сопротивление. В телескопическом гидроцилиндре двухстороннего действия необходимо предусмотреть подачу жидкости в противоположную полость. При подаче жидкости во внутреннюю полость цилиндра шток будет выдвигаться. Для того, чтобы задвинуть телескопический шток, нужно подать жидкость в противоположные полости. В следующих видео на нашем канале мы будем рассматривать работу различных гидравлических приводов – рулевых, подъемных, технологических, и ни один из них не обойдется без гидравлического цилиндра. Напишите в комментариях работу какого устройства вы хотели бы увидеть, и мы обязательно учтем ваши пожелания при создании новых роликов. Субтитры создавал DimaTorzok